Что происходит? Мы будем завтракать. Тут что-то у Игоря работа остановилась на поле. Расскажи, как это было? Вот этот комбайн валил у меня ячмень в поле. Комбайн этот валил на свал, вот жадко стоит на свал, валил ячмень в поле. У него оборвало клапан, попало туда, мы сняли головку, прямо на месте посмотрели его. Притащить было нечем, нужна специальная сцепка, это вот мы ее только сейчас сделали. Ее у меня не было. И пришлось оставить комбайн в поле. И он там простоял неделю. Я его притащил сюда, начал делать двигатель, ремонтирую. И буквально, когда мы работали, это позавчера, я залез там за колесо. Надо было снять рабочий цилиндр на Енисеи такой же самый. Надо было переставить. Он у меня сломался двигатель, с ходовой системой ничего не было. Вдруг я здесь тронул, немножко задел, и у меня вот это все поотваливалось. Я ничего не пойму. Вот она направляющая сломана, и вот они валы. Вал на сколько? Ну на 18, наверное, есть. Как вот срезано, срезано все. Каким-то образом. Или удар произошел, или... Ну-ка покажи я это еще поближе. В сравнении с пальцем. Да, два вала одновременно, то есть... Толщина пальца примерно, да? Да, да, 18 где-то миллиметров. И вот срезано, и не погнуто. Если бы удар был, кувалдой или чем, оно бы сначала погнулось, потом сломалось. Вот вообще непонятно. Я спрашиваю специалистов, звоню в Корчино. Такого не было ни разу. Надо было тебе сразу слом смотреть, какой он. Если он блестящий... Слом блестящий, оба блестящие. Значит, без внутренних трещин, без ничего. Это значит, у тебя это... Какая-то нагрузка была. Какая нагрузка? Скажи, какая нагрузка? А срезом не болгарка, ничем? Ничем не болгарка. Вот, вот срез. Значит, металл, металл устал, все это. Два штуки одновременно, и вон там направляющие. Когда в колхозе, один на много лет. У него ходит, она не боком ходит. Он толкает вот вперед-назад. Два переключается. Я понимаю. Там вилка. То есть, есть внешние признаки, по которым надо определять. Ну, внешние что? Если бы у тебя была бы трещина, старый скол, была бы у тебя вот здесь маленькая... Один вал еще можно понять. Два одновременно, и направляющие вместе. Никто не помнит, из механиков даже не помнит, что такое было. Сечков говорит, где-то там в курее, там что-то ломался один вал. Это сейчас надо коробку снимать. Она весит килограммов 70. Я пробовал, у меня одна старая есть. Есть откуда снимать. Ее надо снизу заводить, чтобы ставить под комбайном. Говорят, можно делать, но... Не, ну это понятно. Тяжело. Вот как она могла? Она ходит вот так. Из кабины неправильно можно было, знаешь, да? Там неправильно переключить. Оно переклинит и все. Ну, сломать их никак не могло. То ли внешне это какая причина, то ли удар. Ну какие-то варианты, ты сейчас говори хоть примерно-то. Ну какие варианты? Я говорю, что это в первую очередь валы всегда рассматривают внешне. Если в нем есть микротрещина, то есть начало трескаться усталость металла, то скол маленечко ржавый или грязный, а остальное свежий. То есть это чистое никогда не бывает. Я его поэтому и спрашиваю. Нет, не в том дело это. А если вот скол весь блестящий, значит он нормально был сломался. Весь блестящий оба, да? Блестящий оба, да? Да, да. Оно не боком никакой. А он каленый? Да, скорее всего. Но если каленый, он у тебя не загнется. Если каленый, его просто могли сломать. Ну все, тогда на Сталина какой-то удар кувалдой что-то и сломали. Значит, может быть в отместку сделали за воровство. Может быть. Может быть. Я не знаю что. В отместку за воровство? За то, что он... Воры тогда воровали и задержали. Единственное. Единственное. Ну вот он в поле простоял, неделю не смог его потом сделать. Я понимаю, если бы что-то украли бы. Украли бы или еще что-то. Солярка вся на месте. В первую очередь солярку берут. Насыпали зерно какое-то там? К грязьиху что? Когда? В прошлом году или когда? В радиатор. А, да, там насыпали. Года три-два, наверное, три назад. Иван Мельчаков. Он на первом месте все время, когда берут кукурузу на это. Ну, носилось это. К стеблю привязали штырь. И он его замолотил. Ну и представь, что там в барабане, когда железяка такая привязана. Так он сколько стоял. И к осени опять на первое место вышел. Он специалист большой. Про одного мне тоже рассказывали недавно. Тоже подбирал волки. Ломик положили. Ломик внутри все в кашу превратили. Он все отремонтировал. Новый комбайн купил. И потом дальше делает. И опять ломик опять поймал в поле. Вот я видел, ломик забили в большое дерево. А там лесозаготовка шла. И обрубили. Тут опилками замазали все. Ну а тут опустили когда пилу. Представь. А пила тогда была как? Сколько? 3-5 пил одновременно ходили. Там рябуха тянет за это. Но все полетело. То есть злодеяния всякие. Может быть один из вариантов. Помоги господи. Лучше настроиться на то, что усталый металл порвал и ничего нет. Тебе на сердце легче будет. Все ломается. И человек умирает. И планеты с орбиты сходят. А ты все убрал? Помоги господи. Так не забудешь? Я сегодня принесу тебе лески. Вот техника. Посмотри вокруг. Куда еще загляни. На той стороне там машина. Купи новый. Сколько? 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 Мы сразу пройдем в лагерь. Пойдем. Вон она. Ты показал его? Какая работа вообще. И старается паха сделать. И удар был. Удар был. Удар был. Это уже человек знает что почем. Пойдем. Вон коров выгоняют. Вот коров покупается у меня. Это Игорево стадо. До конца посмотри в одно место направляй. Легко считать будет. А то в тугуне непонятно. Он пока всех выгонит. Понимаешь? Ай! Куда пошла? Куда пошла? Куда пошла? Ну-ка! 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 Ай! Ну-ка! Куда пошла? Эх! Пошел! Иди, что делай, бодайся как, он видит, видит. Все, пошли! А Терейский-то в город уехал? Да! О! О! Видите, что в бок толкает его. Ну! Еще в машину толкают, иди. Ну-ка, давай-ка, сюда, вон они. Вот они такие, да. Сколько у вас дало? Тридцать шесть. Тридцать шесть? Да. Тридцать шесть. Помоги, Господи, благослови, я разрушу. О! Взял, как глаза вышли. Взял, взял. Взял, взял, взял. Подожди, подожди. Подожди. Посмотри. Сейчас. О! Борются. Пойдем. 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 Пойдем'll при дойдла. Подожди.